Чтобы не получить статус браконьера, любителям рыболовам в этом году пришлось тщательно изучать изменения в законодательстве. А их было немало. Самое главное из них – установление в каждом регионе страны своей квоты на улов. Чтобы не превысить норму и точно знать, оставлять пойманную рыбу или отпустить обратно водоем, придется брать с собой весы. А если ловля идет несколько дней, то приводить другие доказательства легального промысла. Это могут быть чеки с заправок, это могут быть договоры с рыболовными базами и так далее. Ловля рыбы всегда регламентировалась федеральными и региональными нормами и правилами. Теперь их все объединил закон, обсуждение которого длилось более шести лет. И вот в начале декабря депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, который разрешает бесплатную и свободную любительскую рыбалку на реках, озерах и прудах общего пользования, кроме особо охраняемых территорий. Основная задача предоставить любителям возможность ловить рыбу, но при этом ограничить браконьеров и вести определенную строгую норму закона касательно именно граждан, нарушающих закон. Долгое время рыбу вылавливали бесконтрольно, никто не следил за восстановлением водных биоресурсов. Поэтому популяции многих видов рыб значительно сократились и находятся на грани исчезновения. Чтобы сохранить рыбу в реках и озерах, новый закон расширил список запретных для рыболовства участков. На некоторых ближайших к Сарову водоемах рыбалка запрещена уже давно. В первую очередь, самое близкое к нам – это озеро Светлое, Темняковский район, то есть это в районе Жигалово, некое наших рыболов городских. Норма не новая, запрет на ловлю там всегда был. То есть это считается не рестилищем, а рыбопроизводственным участком. За нарушение закона предусмотрены значительные штрафы и уголовную ответственность. Так что прежде чем отправиться на рыбалку, внимательно изучите закон и региональные правила, где четко прописано, где ловить, чем и сколько улова можно забрать с собой. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.